доброе утро страна доброго времени суток всем сейчас смотрящим меня сегодня я сделаю обзорчик на такую прекрасную книгу такого прекрасного автора как юлиан семёнов 17 мгновений весны как я вообще на нее наткнулся это вот было очень необычно первый раз я решил прочитать книгу на которую был снят по которыми точнее был снят сериал как такое некое предисловие потому что обычно копия она хуже чем оригинал но на самом деле нет сериал оказался очень хорошим потому что собственно первоисточник был идеальным почти идеально собственно чем от меня зацепила данная книга наверное самим действием потому что в силу своего мозга я к сожалению не люблю когда идут какие-то расплыванием мыслью под реву и прочие языковые приемчики которые тянутся на 9 страниц а вот в данном произведении такого по минимуму то есть время идет какое-то действие обдумывание этих действий и по минимуму природы природа конечно здесь есть но она не портит впечатление и даже дополняет сам сюжет собственно книжечка такая достаточно интересно для тех кто увлекается вообще в принципе истории или шпионскими романами сюжет не скажу что очень прям сложный для понимания но конечно естественно придется подумать потому что шпионская игра это всегда такие некие шахматы что еще могу сказать а твое отношение к книге что тебе понравилось книги в книге мне понравилось что ну во первых сам писатель он очень нейтрален к самой истории то есть он именно показывает все как просто как голые факты саму шпионскую работу причем раскрывает это очень хорошо я наверное думаю что юлиан сменов сам к сожалению не знаю надо будет залезть и посмотреть наверное он как-то знаком с самой этой работой может быть он просто как конан дойл какой-нибудь очень сильно угадал с какими-то деталями и у него очень хорошо получилось это все описать а прототип главного героя не гуглил не читал прототипа не гуглил но очень часто слышу заверения что это такой собирательный образ всего советского шпионского состава я в принципе наверное согласен потому что в данной книге есть как и положительные исходы неких решений нашего главного героя как и так как и отрицательный потому что все таки естественно мы должны понимать что шпионская работа это очень сложная наука а что все таки больше понравилось фильм или книга мне понравилось каждое произведение по отдельности потому что в книге описываются детали фильм очень хорошо передает эпоху то есть я очень люблю когда книги погружают в саму атмосферу своего действия наверное на это можно завершить наш кратенький обзор я конечно не профессионал но надеюсь вам было интересно послушать всем удачи и всем пока